Итак, вторая глава книга «Бытие». Я бы хотел прочитать с 18-го, 18-й стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Вот это проблема сегодняшнего мира, даже семьи, одиночества. В большей степени мужчина хочет жениться, потому что он одинок, девушка хочет выйти замуж, потому что она одинок. Одиночество. Но вы знаете, и в браке тоже есть очень много таких семей, браков, где один из супругов, а может быть даже сразу двое, чувствуют себя одинокими. Но Божий план и Божье установление – нехорошо быть человеку одному. То есть Бог сотворил семью, чтобы люди не чувствовали себя одинокими. Слава Господу. Оставит человек, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответствующего ему. Помощник. И дальше двадцать четвертый стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Посмотрите, Божий принцип. «Человек оставит отца и мать», далее он прилепится к жене своей, и третье – они будут двое, одна плоть. «Оставит человек отца и мать». Что это значит? Сразу такое, как бы, как это оставит отца и мать? Как это оставит? Но под этим подразумевается, ну, если мы читаем Библию, мы с вами понимаем и знаем, что Бог заповедал «почитай отца и мать». Поэтому в контексте мы понимаем, а доставит человек отца и мать, это значит, он начнет самостоятельную жизнь. И родители, они должны это понимать и одобрять, и поощрять их к самостоятельной жизни. Вот, вы знаете, у еврейского народа в древности, у них оставит отца и мать, это значит, что жених приводил невесту в дом отца. В дом своих родителей. Это так было. И он и заботился, заботился о своих родителях. Сейчас у некоторых кавказских народов тоже есть такая традиция. У меня есть один друг, армянин. Мы как-то с ним говорили, он живет с родителями, жена. Ну, вы знаете, когда на кухне две хозяйки, вот эти истории вы все знаете, да? Так сложно там. И я говорю, слушай, ну как ты вот с родителями, вы семьей живете, родители в одном доме. Я говорю, ты знаешь, надо оставить отца и мать. Ну, вы не пробовали жить отдельно? Вы знаете, как он на меня посмотрел? Он говорит, ты что? Даже не говори мне про это. То есть, у некоторых кавказских народов тоже это осталось в традиции. Но мы должны с вами понимать, оставить отца и мать, это значит, начнет самостоятельную жизнь. И эта самостоятельная жизнь, она может быть как в доме родителей жениха, так и отдельно, когда молодые живут отдельно. Вы знаете, оставить отца и мать, это также значит, означает, что теперь, Александр, для тебя на первом месте будет уже ни папа, ни мама. Для тебя на первом месте теперь жена. Олеся оставит отца и мать, это значит, что теперь на первом месте у тебя Александр. И родители должны это понять. Иногда можно такое встретить, когда свекровь, она вот устраивает какие-то вот такие скандалы или ситуации, потому что она вдруг видела, что ее сын вдруг больше внимания и предпочтения отдает своей жене. И на фоне такой какой-то глупой ревности происходит скандал. Родители, вы должны понимать, что оставить, это Божий принцип, помогите молодым жить самостоятельно. Ну, я знаю, Александр, Олеся, вы уже в принципе самостоятельно живете. Но теперь вам нужно научиться жить самостоятельно вместе. Это отдельный разговор. И так оставит человек отца и мать. Оставит. Второе. Прилепиться к жене своей. Что это значит, прилепиться? Прилепиться это значит следовать на близком расстоянии. Следовать вместе на близком расстоянии. Быть в тесном контакте. Быть как бы склеенным. Вот вы знаете, когда берешь два листка бумаги и склеиваешь их вместе. Возможно ли разорвать? Возможно ли отсоединить? Возможно. Но повредятся оба листа. Вот что происходит при разводах. Когда молодые или муж и жена разводятся, это не остается без следа. Как ни у одного человека, ни у друга, так же и на всю семью. Страдают все. Поэтому прилепиться, быть вместе, быть одним целым, быть на близком расстоянии. Не думать о том, что нужно мне разъединиться, развестись и так далее. И третий принцип, который Бог установил, это быть одной плотью. Быть одной плотью. Что это значит? Это когда у вас становится все общее. Теперь у Олеся у тебя появился, появляется папа. Ты рада этому? Ты уже знаешь, как его зовут. Уже с ним разговаривала, как тебе нравится папа. Теперь это будет не Александра, отец. Это так же будет и твой отец. И я хочу тебя спросить, ты его будешь называть папа? Надо. А то как Сергей Николаевич. Какой же он теперь Сергей Николаевич? Уже папа, отец. И к этому нужно прийти. Понимаете? Стать одной плотью. Александр, то же самое. У тебя теперь, мы знаем, я знаю, что совсем недавно вы пережили в семье трагедию. Мама ушла у вас в вечность. Ты остался без мамы. Ну знаешь, как чудесен Господь. Ты взял в жены свою возлюбленную, Олесь. И вместе с ней у тебя появляется мама. Надежда Павловна. Бог дал тебе маму. И ты должен ее любить. Олесь, ты должна любить теперь отца, который появился. Вот стать одной плотью, это когда у вас, у вас все становится общее. Вы знаете, для меня странно. И очень часто бывает, консультируешь семейную пару какую-то, и они говорят, у нас разные кошельки. То есть я не понял, как это разные кошельки. Ну, она работает, у нее свой кошелек, а я работаю, у меня свой кошелек. И они даже не знают, сколько у них в общем денег. У вас да не будет так. Один кошелек. Один общий доход. Быть одной плотью. Все общее. Родители, кошелек, радости общий. Может быть, тебе, Александр, ты придешь с работы, и тебе грустно. А Олеся, она, у нее радость какая-то. Она придет, говорит, Александр, ты знаешь, вот у меня радость. Вот маникюр у меня, посмотри, как вы сделали красиво. А Александр, я знаю, он хоккей любит. А авангард проиграл, он грустный. Пришел грустный. А Олеся радуется. Александр, что нужно делать? Порадоваться. Говорит, да, здорово. А как же авангард? Авангард это второстепенное, потому что жена, это моя любимая. Быть одной плотью. И так же у вас становятся общие проблемы. Теперь, Александр, ты взял не только в жены Олесю, ты так же взял и ее проблемы. Они теперь становятся твоими проблемами. Олесь, ты вышла замуж за Александра. Ты так же и принимаешь его проблемы, его кредиты, его долги. Счет его. Мы разговаривали, я говорю, вы должны быть открыты, честны друг перед другом. Нету, нету Александра, я так понимаю. Или есть? Нету. Фу, Олеся выдохнула. Хорошо. Я знаю просто одну семейную пару, они поженились, а два года выплачивали долги сначала. Только потом начали тратить на себя. Но она знала, что у мужа долги. Но тем не менее, они справились. Слава Богу. Поэтому проблемы, какие бы они ни были, они теперь становятся общими проблемами. Общими. Итак, быть одной плотью. Все одно. Это можно перечислять, перечислять и перечислять. Какова же цель брака? Бог сотворил брак для общения, чтобы лишить человека одиночества, быть вместе. И это как духовное общение, так и физическое. Через брак рождаются дети, деторождение. Правда, да? Не должно быть внебрачных детей. Чтобы так ребенок родился, а потом спрашивают, а где мой папа? И никто не знает. Дети должны рождаться в браке. Это есть правильное Божье установление, через которое Бог благословляет человека. И также, конечно, брак, он сохраняет человека от греха, от блудодеяния, от каких-то других развратных вещей. Поэтому цель брака, чтобы человек мог получить удовольствие как духовно, так и физически. Это нужно понимать. Быть счастливым на этой земле. Понятно, да, друзья, вам понятно? Да? Слава Богу. А сейчас я бы хотел немножко, ну, говорить об условиях вступления в брак. Божий принцип. Это очень важно. Потому что от того, как ты закладываешь фундамент, и какой фундамент ты закладываешь, зависит твоя жизнь в браке. Условия вступления в брак. Первое обязательно должна быть чистота. То есть никаких интимных отношений до брака. Чистота. Я обращаюсь сейчас к девочкам, мальчикам, к ребятам, молодежи. Храните себя. Храните свою девственность. Мир сегодня предлагает совсем другое. Сначала попробуй. Сначала узнай. Это неправильные вещи. Это неправильное. Это не Божье представление. Храните себя. Для своего любимого. Для своей единственной. Дорожите этим. Девственность, она одна. И ее нужно отдать человеку, с которым ты желаешь провести свою жизнь. Ну, я понимаю лица некоторых. Вот смотрю. Понимаю, что наш поезд давным-давно ушел. Что уже нам к этому, мы так вздохнули. Потому что мы не знали Бога. Мы не знали правильных установлений, как Бог. Но наши дети, молодежь, которая приходит в собрание. Вы должны помнить это. Если вы хотите быть счастливыми в браке. Чистота до брачных отношений. Чистота. Второе условие. Вступление в брак. Любовь. Любовь. Александр, любишь ли ты, Олеся? Олеся? Как? Ну, да, мы любим друг друга, да. Но. Но знаете, это только начало. Потому что по-настоящему любить вы научитесь только в браке. Потому что любовь, ведь это не только какие-то эмоциональные, душевные такие радости. Ой, я тебя люблю, я тоже тебя. Но когда ты живешь в браке, но мы уже с женой больше 25 лет, я понимаю, что вот этого недостаточно. Нужно любовь, нужно прощать. Любовь это? Любовь. Терпеть. Любовь? Любовь. Назло воздавать добром в браке. Любовь? Любовь. Понимаете, есть очень много вещей, которые мы познаем только в браке. И вот по-настоящему любить вы будете учиться. Именно в семейной жизни. Любовь долго терпит. Любовь не завидует. Любовь не ищет своего. Любовь не превозносится. Любовь не гордится. Любовь все терпит, все переносит. Любовь, это любовь. И мы можем учиться этому только в браке, только в семье. Поэтому пусть Бог вас благословит, чтобы вот ваши вот эти начальные чувства любви друг к другу, они развивались дальше в браке, чтобы вы по-настоящему учились любить друг друга. Аминь. Аминь. Слава Богу. Можно наблюдать сегодня, есть люди вступают в брак. По разным причинам, но кто-то вступает из-за какой-то материальной выгоды. Такое тоже можно наблюдать. Я встречал такого. Жить негде надо за парня быстрее, за какого-нибудь, у него квартира есть в двух комнатах. Из-за каких-то других ценностей. Иногда просто хочется убежать из дома. Уже надоело с родителями. Уже они там постоянно претензии, постоянно какие-то вот, быстрее бы убежать. Это неправильные мотивы. Выходить замуж и жениться, нужно только по любви. Третье. Обязательно мы в церкви не венчаем людей, если нет согласия родителей. Поэтому я всегда жениху и невесте, перед, когда они приходят, я говорю, идите к родителям, вот, просите у них благословения, чтобы они согласились. А если не хотят, ну иди уговаривай, сколько потребуется, год, два. Нельзя без благословения родителей, без согласия выходить замуж и жениться. Это очень важно. Молодежь, послушайте, это очень важно. Родители должны благословить вас. У нас сегодня присутствуют, я сразу же по ходу, по ходу пьесы, как говорят, Сергей Николаевич есть, да? Вот, вы не против? А можете так встать, сказать? Я согласен, благословляю их. Слава Господу! Давайте мы... Да, Надежда Павловна, это мама Олеси, да, вы согласны, благословляете их, да? Все, хорошо, спасибо. Ну, вы знаете, что это такое? Теперь вот я с вас взял такое обещание, теперь вам нужно им помогать. Ну, раз вы сказали, благословляем, то есть, они же там, может, детей еще захотят, у них дети появятся, нянчатся, там, дедушка, посиди с внуком, ну, нужно будет помогать им. Где-то материально с пенсией какую-то копеечку тоже, а потом они вам будут тоже. Слава Богу, это очень важно, пусть Господь благословит. Четвертое. Мы в церкви не венчаем, если нет подтверждения о браке государства. То есть, регистрация в ЗАГСе должна быть обязательной. Некоторые люди сегодня говорят, да гражданским бракам, это ж не важно. Это очень важно. Очень важно. Подтверждение государства, что вы муж и жена. Есть у вас регистрация, да? И фамилия чья? Олесину взяли фамилию? Нет. Твоя, слава Богу. Я помню, моя жена, она хотела двойную фамилию сохранить. Двойную. Ну, знаете, как мамин сибиряк там, вот такой. Я говорю, нет. Никаких маминов сибиряков. И она так, ну как, я вот хотела бы. Я говорю, нет. Либо ты вот Малютина, либо там мамина сибиряк. Развернулся из ЗАГСа, так пошел. Она, ну ладно, ладно, я согласна. Все. Она моя. Там носить должна фамилию мою. Слава Богу. И ты будешь теперь Олеся Шитова, да? Да, слава Богу. Хорошо. Пятое. Вот я эти пункты перечисляю, это еще не значит, что муж и жена. То есть эти пункты должны все, они должны присутствовать все. Как чистота добрачных отношений, любовь, благословение родителей, регистрация в ЗАГСе. Пятое. Обещание перед Богом и свидетелями любви и верности. Это обязательно. Вот вы знаете, посмотрите на сегодняшнее бракосочетание. Все взято из Библии. Жених, невеста. Жених – это Иисус Христос. Невеста – это церковь. Есть свидетели. И также вот сегодня много свидетелей. Александр, Олесь, посмотрите, сколько свидетелей. Плюс еще есть свидетель Бог. Мы находимся в Доме Божьем. И плюс есть еще свидетели ангелы. Вы не можете потом сказать, вот я обещание давал или давала любви и верности. Ошибка эта. Я ошиблась. Вы не можете так сказать. Потому что это зафиксировано, не только будет зафиксировано в церковной книге, что регистрация брака, но и также печать поставлена на небе. Свидетели церковь и свидетели ангелы. Ангелы – обещание перед Богом, любви и верности. Там такие очень удивительные слова. Я обещаю, что я буду любить тебя, и я буду верным тебе в болезни и в здравии, в молодости и в старости, в богатстве и в нищете. Во все дни жизни. До тех пор, пока смерть не разлучит нас. Единственное, что может разлучить вас – это смерть. Другого нет. Другого не может быть. Некаких разводов даже и помышлять, любить и разлучить может только смерть. И это есть обещание. Некоторые люди нарушают такое обещание. Мне их жаль. Они думают, они смотрят, ну вот там же те же так сделали, эти так сделали, вот там в церкви же, они их же развенчали. У нас в церкви не развенчивают. Почему? Потому что этого нет в Библии. Потому что Христос сказал раз и навсегда. И последнее – это брачная ночь. То есть, если нет брачной ночи, вы еще не муж и жена. Обязательно брачная ночь. Вы готовы уже, да? Олеся так как-то… Но без этого никак. Так Бог устроил все. И вот полностью вы ощутите себя мужем и женой, когда утром проснетесь. Когда ты глянешь на нее, а краски у нее нет. Когда ты увидишь Александра, этот приятный запах изо рта утром, и вы столкнетесь с реальностью жизни. Кто женат и замужем? Поднимите руку, правда ведь, да? Так, реальность жизни, реальность жизни. Слава Богу. И вот тут начинается любовь. Слава Богу. Теперь перед тем, как мы будем вас сочитывать, венчать, я бы хотел дать наставление вам. Потому что Бог при создании семьи и брака, Он не только поставил цели, условия, определенные положения, Он также дал обязанности мужа и жены. То есть, какими вы должны быть в семье, в своей повседневной жизни. Обязанности для жены, обязанности для мужа. Ну, первое, я бы хотел бы дать обязанности для жены. Олесь, будьте очень внимательны. Вот сегодня я прочитал одну очень интересную заметку современной женщины. Я хочу, чтобы вы ее послушали. Вот как мир представляет себе вот жену. То есть, как в мире. Я сегодня прочитал это, ужаснулся и сказал, я не хочу такую жену. Но мир это такое предлагает. Вот послушайте. Современная женщина. Она всегда неотразимая красавица. Она гоняет на спортивных машинах по пересеченной местности. А ее мужчина сидит рядом, дрожа от страха. Она полностью уверена в себе и не без причины. Ей ничего не стоит сбить с ног любого мужчину приемом карате или точным ударом кулака. Она превосходно владеет оружием, играет в теннис, как профессионал. Она очень правильно строит свою речь, будто в ее прелестной голове работает группа крошечных преподавателей языка. Она гурман в сексе, и никто не может опутать ее брачными узами. Судьба дарит ей вечную молодость. Она никогда не болеет, не совершает ошибок и глупых поступков. Это вот женщина, которую сегодня нам мир рисует. Но ведь это неправда. Это неправда. Я бы не хотел бы такую уметь жену. Что же говорит Библия? Как же Библия, как же Библия смотрит на женщину? Ну, какой должна быть жена? Давайте мы посмотрим. Мы прочитаем несколько текстов. Послание к Ефесянам. Апостол Павел писал. Пятая глава, 22 стих. Послушайте. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Еще раз. Жены, повинуйтесь и мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же и Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мы читаем так. Повинуйтесь. И сразу внутри женщины такое появляется. Как это так? Да с чего это я буду ему повиноваться? Посмотрела на своего мужа. Никогда. Что я? Я не человек, что ли? Вот это слово повинуйтесь, это не значит быть этой половой тряпкой, как у нас есть такое представление, что муж вытирает об тебя постоянно ноги. Нет. Повинуйтесь значит совсем другое. Повинуйтесь, это значит соблюдать Божий порядок. Повиноваться, это значит быть в смирении. Повиноваться, это значит уважать мужа и признавать главенство его в семье. Вот я вам, дорогие жены и сестры, я вам открою один секрет. Мы, мужики, мужчины, мы для вас готовы сделать все. Дайте нам только почувствовать, что мы главные в доме. Вот как только мы почувствуем, что мы в доме царь, лев, главные, мы для вас все сделаем. Мужчины, так или нет? Подтвердите. А когда вы нас принижаете, ты не можешь даже этот шуруп прикрутить. Ты вот не можешь даже вот это сделать. Вон, посмотри, как Васька сосед вот делает, а ты не можешь делать. Молчать я сказала. Будет по-моему. Как я решу, так и будет. Ты не умеешь ходить в магазин. Я буду ходить. Где деньги? Почему мало сегодня заработал? Все. У нас что-то вот у мужчин срабатывает вот здесь. Чик. И нам вообще все равно на все. Мы не будем шурупы крутить вообще. Денег мы вам не дадим. Дома ничего делать не будем. Мы будем лежать на диване и смотреть телевизор. Но как только вы делаете нас царями в доме, все, мы сразу вам и карточки все отдадим, и пароли к ним. У меня жена мудрая. Я только смс-ки слышу. Но я рад, потому что она мудрая. Я рад. Мне не хочется забрать у нее. Даже такой приятный, иногда бывает такой приятный звук смс, что деньги ушли куда-то. А приятно почему? Потому что я знаю, моя жена, она устрояет дом. И это важно. Жена устрояет дом. Муж должен привезти жену, позаботиться, где жить. То есть он думает о том, что снаружи. Он защищает дом. Он оберегает дом. А жена устрояет дом внутри. Знаете, почему многие мужчины не хотят идти в дом? Потому что жена глупая. Она не устрояет дом. Нет мира, нет радости, нет любви. Вот когда твой муж приходит, придет вечером с работы, как ты должна его встретить? С радостью. Милый мой. Знаете, вначале это легко, когда ты 25 лет вместе прожил. Милый мой, с радостью. Так здорово, что ты пришел. Я тебя ждала. Я приготовила ужин. Мой ты добытчик. Сколько ты сегодня заработал? Ничего. Ну ничего, слава Богу, и за это завтра что-нибудь заработаешь. Заходи, ты мой главный. Ты все, мы расплываемся. Повинуйтесь своим мужьям, жены. Уважайте своих мужей. Признавайте их главенство в доме. Вы знаете, я знаю одного мужчину. Вот смотришь на него, главный в доме, а он говорит, нет, все решения жена принимает. Я, говорит, только добро даю. Я подумал, какая мудрая жена. Она так чудесно устроила дом. Она прежде чем что-то потратить, она милый. Вот я хочу на это потратить. Благословляю. Иди, трать. Разрешение спросить, ведь это так мало даже, ничего нет. Но нет женщины, нет, я что, я буду у нее спрашивать разрешение. Он там, я больше его зарабатываю, мне не обязательно спрашивать у нее разрешение. Такое тоже бывает. И она расстрояет дом. Еще один очень важный текст. Первое послание Петра, 3 глава, 3-4 стих. К женам такое наставление. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Посмотрите, что драгоценно пред Богом, что Бога удивляет, через что Бог подает свое благословение. Кроткий и молчаливый дух. Что это, мне молчать все время? Послушай, немолчаливый род, молчаливый дух. Ладно, я буду молчать. Что нас мужчин больше всего выводит, это когда жены молчат. Как дела? Нормально. Что нового? Ничего. Молча. Вы думаете так настроить, но обидел вас муж, ваш муж вас обидел. Не пожелал вам доброго утра, кофе не принес вам там в постель. Все, я с ним не разговариваю, все. Я буду молчать. Это же кроткий и молчаливый дух, я буду молчать, все. Нет, дух в таком род молчаливый, но дух не кроткий. Но когда женщина имеет кроткий дух, она разговаривает с мужчиной по-другому. об этом учит Библия. Об этом учит Библия. Вы знаете, апостол Петр говорил, что есть внешнее убранство, но есть и внутреннее. В книге притча или экклезиаста, не помню, написано, миловидность обманчива и красота суетна. Смотрю на свою жену, брал, молодая, не морщинки, фигура идеальная, все. Ну, я что, там 18-19 лет было. 25 лет прошло, смотрю, морщинки. Уже как бы троих детей родила, фигура уже. И что там. А люблю ее еще больше, чем любил 19. А думаю, а что такое? А, внутренняя красота. Вот что меня в ней привлекает. Ну, это я сам собой так разговариваю. Меня привлекает не внутренняя красота, внутри она становится все красивее, красивее, красивее. Внешне она, как? Как правильно, чтобы ее не обидеть, это у нас здесь. Увидает, а внутри она становится все красивее. Дорогие сестры, женщины, позаботьтесь о том, чтобы быть красивой внутри, не только внешне. Смотришь иногда, у нее и фигура, она там и фитнес, и косметолога, и все у нее, и прям такая идеальная. Начинаешь с ней разговаривать, думаешь, мама дорогая, ужас какой-то. Что это? Кто это вообще? Грубая, такая надменная, такая властная. Ну, думаешь, что это? Как? Мне не хочется. Даже общаться бывает не хочется. Поэтому внутреннее, позаботься, Олесь, о внутреннем убранстве, о внутренней красоте. Как, Саша, хорошо, да, вот так, жена такая была? О, я главный, так, я домой. Когда я начинаю вот это говорить, мужчины сразу, жен своих, вот слышала, что он говорил? Так, сразу раз, плечи расправляется. У нас уже только от этого, только слышим, уже у нас плечи расправляются. Так, все, раз, все, домой. Теперь я домой, как прихожу домой, привет, жена. Я сказал, хватит, ты 20 лет командовал, а теперь я буду командовать. А как командовать, он не знает. Где носки даже лежат, не знает, да, мужчины? Говорит, жена уехала на конференцию, я говорю, потерялся дома, потерялся, звоню, где то, где это, найти не могу ничего. Но это правда, это жизнь, никуда ни денешься от нее. Теперь давайте мы поговорим о мужьях. Какие же обязанности у мужа? На самом деле, у мужа обязанности намного больше, чем у женщины. Тоже послание к Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Как я должен любить свою жену? Как Христос? Все. Этого уже достаточно для мужей. Как Христос? А как Христос любит? Посмотрите, как Он общался с женщинами. Как Христос, ты читаешь Евангелие, как Христос общался с женщинами. Хоть раз Он на женщину тон, голос поднял. Вы видели про это? Где-то покажите мне в Евангелии, чтобы Христос поднял голос на женщину. Вы нигде этого не увидите. Христос никогда на женщин не поднимал голос. Я уже не говорю про руки. Ух, я тебе сейчас там уже метит. Нет! Никогда, Христос. Скажите, прощал Христос? Прощал. Заступался Христос за женщину? Заступался. Обращался с женщиной, как с немощнейшим сосудом. Мужчина добытчик. Мужчина оберегает дом. Мужчина дом устрояет снаружи, женщина внутри. Мужчина заботится. Ты принял жену, Александр. Теперь ты должен заботиться о ней. Раньше ты заботился о себе. Только о себе любимом. Это так. Сейчас все. Вчера у нас с женой была история. Так, получилось, ее благословили. В общем, у нее на руках 11 тысяч. Ее благословили. 11 тысяч. Я так подумал, пусть она пойдет, и вот что она хочет, то себе и купит. Ну, на 11 тысяч можно же что-нибудь купить хорошее? Можно. Пускай, пускай там у нас что-то, дырочки какие-то есть. Нет, вот пусть она пойдет и себе что-то купит. Я говорю, пойди купи себе. Она говорит, у меня все есть. Ну, что не любить такую жену? Я думал, она сейчас скажет, у меня то и то. Не хватает 11? Накинь еще хотя бы 3. Она говорит, мне ничего не надо, у меня все есть. Ну, я-то знаю, что не все есть. Уже так своим глазом. Я же знаю, что и там, и там, и то. А она довольна. Довольна. Вот мы, мужья, должны заботиться о наших женах. Но повезло тому мужу, чья жена довольна. Чья жена разделяет нужду, чья жена разделяет любовь. Тому мужчине повезло. Поэтому женщины должны научиться тоже и этому. Итак, мужья, любите своих жен. Как вы любили себя. Вот так вы должны теперь любить и заботиться о своих женах. Заботиться о своей жене. Заботиться, Александр, о своей жене. Это твоя ответственность. И любить, как Христос. Очень часто в семейной какой-то жизни рутина бывает разной ситуации. Мужчины всегда должны говорить, а как бы Христос поступил на моем месте? А как Христос поступил? А что Христос говорит по этому поводу? Вот так мы должны любить, как Христос. Это намного сложнее. Женщинам просто повиноваться. Сестры, это очень просто. Быть по виновению, уважать своих мужей. Это очень просто. Нам, мужчинам, тяжело. На нас возложена ответственность. Послушайте, мужья, когда вы предстанете, ваша жизнь закончится на земле, и вы предстанете пред Богом, вы дадите отчет за свою семью. Не жены будут давать отчет, а вы, вы будете давать отчет. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит.